Сегодня у нас на обзоре планшет с ручкой для переноски, огромный, тяжелый, но при этом старается казаться теплым и ламповым. По сути, строго для домашнего применения, но способный жить без розетки. Самое странное устройство, которое нам, пожалуй, доводилось тестировать, но нам оно нравится. Итак, заставка и подробности. Которые мы не можем не рассказать. Samsung Galaxy View без полутора сантиметров 19 дюймов в диагонали это много, очень много. Просто потому, что в целом больших планшетов на Android не очень много и становится все меньше. Популяция вымирает, так сказать. Компания Samsung решила застолбить и эту нишу. 18,4 дюйма выглядит вот так. Но это с фронта. Чтобы вы не пугались, потому что тыл слегка настораживает огромной конструкцией подставки ручки, от которой при этом никуда не деться. Нет, снять ее в принципе можно, но устройство тогда станет еще менее удобным. Да и защелки для данной манипуляции спрятали весьма глубоко под эту самую крышку. Были под эту ручку, к слову, набивается прилично. Экран в этом Голиафе Full HD. Ничего для просмотра YouTube и Venex или фильмов вполне достаточно. Под эти видеосервисы даже специальный рабочий стол выделили с приложением загрузить разнообразные стриминговые видеопрограммы. И углы обзора вполне себе достойные. И вот непонятно, хвалить вью или ругать. Сначала хотелось очень сильно ругать. Потому что если вы привыкли к маленьким 2К-экранам, то нарекания начнут всплывать чуть ли не по каждому поводу. Значки стараются выглядеть красивыми изо всех сил. Но то там шрифты прорвутся, то тут картинка растянется, то здесь не прорисовано, то тут. Но потом вспоминаешь разрешение и диагонали большинства ноутбучных или офисных мониторов, и вроде как успокаиваешься. В качестве натопа даже с внешней клавиатурой и мышью вроде можно пользоваться. Но иногда особенности интерфейсов ряда приложений под Android слегка напрягают. Но не рассчитаны они под это разрешение на такой диагонали. В качестве видеошарманки, да, все весьма неплохо. Тоже вспоминаешь про какие-нибудь недорогие кухонные телевизоры в 21 дюйм 720p и успокаиваешься. А вот когда дело доходит до игр... Производительность планшета в бальном выражении бенчмарка Antutu выражается цифрами 42 тысячи. В реальности корейский гигант работает под управлением Exynos 7580 при содействии 2 ГБ оперативной памяти. По сути это Galaxy A5 2016, переевший волшебных бобов. Все это говорит нам о том, что работать игры, если и будут, то оптимизировано и довольно заметно. О графоне в привычном понимании можно будет забыть. На помощь приходит приложение S-консоль и фирменный геймпад от Samsung, который, к слову, могли бы и в комплект положить. Подальше от себя отставили планшет, взяли в руки геймпад, запустили приложение и уже можем видеть, во что мы уверенно можем поиграть с комфортом. Тут, правда, набор тайтлов небогатый, но и гонки, и шутеры, и пара стратегий, и футбольщика немножко есть где разгуляться. Потому что в ручном режиме планшетом пользоваться проблематично, как раз из-за довольно тяжелой с точки зрения восприятия графики, нещадно улучшенной производителями. Так и неудобства управления в целом. Рулить гироскопом в гонках довольно утомительно, а тормозить приходится носом. Впрочем, тормоза придумал трус. По связи у Galaxy View все вполне традиционно. Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.1, есть даже GPS с GLONASS, и таки огромный навигатор для водителя автобуса. Ну, или на соседнее сидение в автомобиле его поставить. В такую большую коробочку инженерам из Южной Кореи удалось вместить слот Nano SIM. Нет, наличие LTM и RADO, но почему влезла только карточка с ноготок, непонятно. Под крышкой с лотком для SIM-карты еще и слот для карточки памяти microSD. Полезный довесок ко встроенным 32 ГБ для столь мультимедийно направленного устройства. Батарея у Galaxy View могла бы быть и побольше. Вдвое-втрое хотя бы. 5700 мАч для такого гиганта семечки. Но видео крутят вполне достойно, и при этом весьма долго, порядка 6-7 часов, при заявленных 8. Если активно нагружать View играми и прочими энергозатратными вещами, батарейка может уйти и за пару-тройку часов. А вот спид-планшетик исправно, даже с учетом оповещений и прочего. С 40% зарядки прожил более 10 дней, при этом на протяжении часа мы с ним все же что-то делали. И все эти дни он и почту принимал, и обновлял софт периодически. Об этом он радостным белим-белим оповещал всех коллег по офису. Неплохо, но можно было бы побольше батарейку, можно же! Если смотреть настоящие перед Samsung Galaxy View задачи просто, то в редакции это выглядело так. Ставили на стол, смотрели видео, играли с использованием фирменного геймпада от Samsung в разные игры. А под конец нашли довольно интересный вариант работы с View, когда планшет лежит на коленях, а перед тобой, к примеру, Google Docs и огромная наэкранная клавиатура. Хотя я и привык к ощутимой тактильной отдаче обычных клавиш, писать связанные абзацы на View оказалось довольно просто. Какую-то часть этого текста я, собственно, на нем и набрал, хотя к клавиатуре 12-дюймового MacBook привыкалось намного-намного дольше. Но это все как-то просто, даже игры, ну, не всегда производительны, простите, воспроизводящиеся и тексты. Из более любопытных фирменное приложение Family Square, которое позволит всем членам семьи скидывать на мобильный номер View фотографии с метками, записки, видео, и все это будет организовано в интересный такой семейный коллаж, который будет периодически появляться на экране. Вот оно, живое воплощение разжиревшей фоторамки. Но это живое подтверждение известной фразы времен перезапуска планшетной эпохи выглядит симпатично. Каков может быть интересный способ применения Galaxy View в жизни обладателя данного устройства? Надо же придумать, какие задачи он на себя возьмет в вашей жизни, если вы собираетесь его покупать. Можно, к примеру, запустить на нем одно из предлагаемых самим интерфейсом приложений и начать просмотр в спальне. Потом заинтегрированную ручку переместить в View, ну, на кухню, выпить кофе, поставить ее в ванной на тумбочку. Хотели было пошутить про взять с собой в метро, но ведь есть там люди с ноутбуками дюймов 15, и ничего. Безусловно, на 18,5 дюймах и иви YouTube смотреть будет вполне комфортно и интересно, только вот сам процесс перетаскивания несколько раздражает. Единственное, что мы смогли придумать для планшета с ручкой и весом в 2650 граммов, это вариант с легким переносом его из дома в машину, после транспортировки на дачу, при случае утащить его к костру, мангалу или в беседку, по вечерам за ужином наслаждаться свежими сериалами на свежем воздухе. Тоже несколько странный вариант, но при наличии нормального 3G или LTE, отсутствии стационарных телевизоров при усадебном хозяйстве, вариант. Особо бесстрашные дачники могут его даже туда-сюда на электричке катать. Летом обязательно попробую. Правда, есть проблема, за 55 тысяч вы спокойно возьмете себе ТАП-С2, который нам в свое время весьма понравился. И телевизор на кухню или на дачу, и кронштейн на стену, и даже на попкорн с напитками на пару фильмов мелочи хватит. Потому что такие деньги за планшет переросток это много, не только из-за курса, просто много. В России официально он уже продается, но не очень активно. Если у вас есть острая потребность в планшете, которая может в первую очередь удивлять, а уже потом и кино крутить, и в игры поиграть, то Galaxy View вариант отменный, если не жалко делать. Перфоратор, перестань. А вот спит планшетик исправно, даже с учетом оповещений и прочего. С 40% зарядки прожил более 10 дней. Если смотреть на стоящие, стоящие, точно.